Я вернулась в первую очередь свидетельствию. Здесь, в этой церкви, как Бог поменял нам жизнь. В 20 лет я был в зависимости от наркотиков, от героина. Он как-то ушел за очередным грузом и попутал дома. Изобрел в центре реабилитации. Все, ну и спрашивала, где он пришла? Брат Алексей, это же здесь такие нежели. Я говорю, ну понятно. Я говорю, вынеси водичку. Он говорит, да ты проходи. Я думаю, странно как ты проходи. Ну зашел, увидел такую атмосферу. Сидят, там у них как раз обед был. Сидели, а Леха ответил на этот момент был в кухне. Он там разливает компот. Он наливает мне одну кружку. Я убиваю вторую. И что-то рассказывает за Бога. Ну и потом опять время прошло. И опять шел. Ну сходил по своим делам. Пришел. Сижу, мне интересно. Он слушает, рассказывает за Бога, что Бог может освободить. Там обзорвать его. Ну как можно освободить? Я и в больницах лежал, и бабушкам там водили меня. Ну ничего совершенно не помогало. Здесь Бог сместил обстоятельства в моей жизни. Так что меня порезали, я остался без жилья. И я стою просто на улице. И думаю, ну что делать теперь? И знаю, что через какое-то время настанет ломка. Для меня это на то время самое страшное было. Я вспоминаю про этот компот. Про то, что Иисус может помочь мне. Прихожу сюда. И знаете, они начинают за меня молиться. По мне мурашки идут. Ну я вообще не понимал. Ну есть Бог. Есть Бог. Не для меня. Я постоянно надеялся только на себя. И все. И наступает нож. Я ложусь. И я понимаю, что вот она ломка приходит ко мне. Я начинаю плакать. У меня порезали. И в этот же день выписали из больницы. Зашили. И я так думаю. У меня слезы текут такие. Я думаю, Господи. Как так? Вроде вчера я стоял на своих ногах. Ну что угодно так. Ну я знал, как заработать. Деньги у меня не было проблемой. А сейчас я просто непонятно где нахожусь. И я обращаюсь к Господу. Господи, ну если ты есть, ты как-то сделай так, чтобы все это прошло, чтобы эта ломка прошла. Да, вы знаете. Я просыпаюсь. В следующий день я иду работать с братом. И все сюда. Я просто не на то мнение. Как так? Что-то произошло-то? Где эти сокы? Где эти? Куда все делается так? Я уже через три дня снял сам швы. На какую больницу ничего не обращался. И все. И я дал такое. Вот когда молился, да? Ну что? Я дал Богу такое обещание, что я больше не буду прикасаться к этим наркотикам и все остальное. И я боялся, что если я сейчас обману сам себя и Богу, то оно все ко мне вернется. И вот там страхи проходила, проходила моя жизнь. Я уже девять месяцев нахожусь здесь, вы знаете, я не грамотно жалею, что я пришел сюда. Если я когда пришел, я думал, что ну как можно жить без этого, без этого. А сейчас я понимаю, что как я вообще жил в то время? Как я вообще жил с этим самым? Я каждому дню радуюсь. Если я раньше жил, не был в грехах этих, просыпался, я знал, что все, начался день, надо добывать идти и все. А сейчас я просыпаюсь в 6 утра, до у нас подъем, и я иду, у меня радость в сердце, я иду на эту работу, не важно какая работа, у меня все устраивает, мне все нравится. Я благодарен за это Богу.